Сигнал о возгорании складских помещений на гаражном проезде поступил в МЧС в начале 10-го. Примерно тогда же начали появляться первые сообщения в соцсетях. Пользователи рассказывали, пожар виден из разных районов Самары. И кроме того, слышны взрывы. Позже эту информацию подтвердила выехавший на место начальник МЧС России по Самарской области Олег Бойко. Пожару присвоена третья категория сложности. По такому высокому номеру пожарные работают впервые после лета прошлого года. Для тушения развернуто два боевых участка. Только через два часа удалось локализовать огонь и не дать ему распространиться на соседнее здание и территорию военной части. После этого уровень сложности снизили до второго из пяти. Пожарные работают с безопасного расстояния, не заходя в горящий ангар. Внутри остаются бочки с бензином и маслом. Есть риск новых взрывов. Собственник ангара пока не найден. Представители территории, на чьей находится эта территория бывшего асфальтобетонного завода, нам информацию пока не предоставили, кому принадлежит ангар. Данная информация передана по линии оперативно-дежурных смен Главное управление МВД России для принятия дальнейших мер. Ангар расположен вдали от жилых домов на окраине города. По данным МЧС, никто не пострадал. Пожар тушили больше четырех часов. После того, как с огнем удалось справиться, на месте начала работать испытательная пожарная лаборатория. Только после ее заключения можно будет говорить о причинах пожара. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События.